В доктринах экологической безопасности всех развитых стран на первом месте стоит воздух. Экологические проблемы есть везде, где ступала нога человека. В разных масштабах, но производство отражается на окружающей среде, а загрязнение воздуха может привести к самым печальным последствиям. Еще 40-50 лет назад писали о том, что, да больше, наверное, уже чем 50, что в Гренландии, представляете, где вечный лед, в жире котиков обнаружены были пестициды. Особую опасность несет трансграничное загрязнение. Еще в 1977 году под эгидой Организации Объединенных Наций была создана комиссия по изучению воздуха Европы. В состав этой комиссии входит Объединенный институт ядерных исследований, расположившийся в российском науко-граде Дубне. Координатор комиссии из Дубны посетил Казанский федеральный университет для совместных экологических исследований. Это очень важная программа. Я предвижу, что для Татарстана она будет иметь очень большое значение, потому что всем известно, насколько мощная у вас нефтеперерабатывающая промышленность. И вот показать ареалы загрязнения, показать на административном уровне, какие территории можно считать чистые, какие требуют особого экологического внимания, существует ли экологический стресс. В области физики Казанский университет сотрудничает с учеными из Дубны с 2017 года. В прошлом году была открыта совместная базовая кафедра в Казани. Но теперь ученые коллективно работают и в других сферах. Изучение экологической ситуации в Татарстане – одно из направлений. Но как физика помогает экологии? Ядерные исследования позволяют определить степень загрязненности отдельных зон, а в этом сложном деле ученым помогает сама природа. Мы выполняем аналитические работы, используя нейтронный активационный анализ вот этих образцов мхов-биомониторов, которые используются для оценки воздушных загрязнений. Мы собрали первые три образца мхов-биомониторов. Они уже поедут со мной в Дубну, будут проанализированы. Я даже считаю, что на основе анализа этих трех образцов мы можем показать уровень загрязнения разными металлами по сравнению с общепринятой территорией чистой Норвегии. Дальнейшие шаги сотрудничества уже известны, и дело не закончится лишь сбором проб. Совершенно точно должна быть написана совместная статья, подтверждающая то, что коллаборация есть и коллаборация работает. Далее мы будем подавать заявку в фонды на поддержку вот этих исследований. Конечно, совместную заявку. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс.